всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня я хочу показать вам несколько важных и полезных функций которые есть в youtube но ими почему-то российском сегменте мало кто пользуется речь идет о ссылках которые можно вставить в видеоролик сейчас я вам покажу пару видеороликов вы поймете о чем я говорю вот первый вы видите ссылку в видеоролике и переходя по ней попадаете прямо на страницу организации это очень эффективно например при сборе средств вы направляете человека на фандрайзинговую страницу и вероятность что он перейдет по ссылке из видео в несколько раз выше чем если спрятать эту ссылку где-то в описании ролика куда не всякий заберется вот второй ролик это реклама отличная кстати реклама фонда помощи взрослым есть такая проблема фонды помогающий взрослым пациентам хронически не добирают средств здесь развивается одинаковая ситуация в поле кадре и в конце зрителю предлагают выбрать кого спасти выбираем ребенка спасибо если бы мы выбрали взрослого концовка была бы другой когда я впервые увидел эту рекламу я помню она на меня произвела сильное впечатление как на человека который занимается продакшеном который сам снимает рекламу это круто это интерактив взаимодействие со зрителем но тогда я подумал что технически это наверное достаточно сложно это нужно выходить на техподдержку google чтобы они нам чего-то докручивали но оказалось что нет что это очень просто и строится на базовых возможностях youtube начнем с первой фичи с прямой ссылки на сайт само действие не сложное но проблема в том что для его осуществления вам необходимо подтвердить аккаунт связать канал сайту для этого переходим в настройки аккаунта здесь заходим в статус и функции вы видите что сейчас внешние аннотации отключены нажимаем подтвердить ну и дальше проходим все шаги которых google придумал как всегда немало особенно мне понравился вот это чтобы подтвердить что я не робот нужно выбрать все изображения витрин согласитесь этой для человека задача не из простых пожалуй отдельно нужно упомянуть лишь об этом вам нужно взять эту html страницу и положить в корень сайта тут вам придется обратиться к вашему системному администратору ну то есть человеку поддерживающему ваш сайт и переслать ему эту страницу а если вы являетесь этим человеком то и объяснять тут нечего вы знаете все лучше меня и просто кладете файл в корень все теперь мы видим что канал подтвержденный появилась функция добавления ссылок на внешние сайты дальше все достаточно просто и для демонстрации мы перейдем на канал теплицы просто он уже связан с сайтом и для того чтобы показать как это делать мне пришлось использовать свой тестовый канал и так под любым видео которое есть на сайте расположено несколько кнопок нас интересует конечная заставка и аннотации переходим сначала про конечную заставку конечную заставку можно сделать не раньше чем до 20 секунд до конца ролика и она может содержать следующие элементы ссылку на видео или плейлист призыв подписаться на свой канал рекламу другого канала и собственно ссылку на свой веб-сайт веб-сайт может быть только один тот который вы подтвердили но адрес при этом может содержать любой url то есть вести на любой страницу сайта сейчас я наставлю всего и посмотрим что получилось так вот призыв подписываться вот ссылка на релевантное видео и вот ссылка на сайт в раздел где опубликованы другие видео уроки ссылки появляются в соответствии с их расположением на временной шкале в менеджере конечных заставок по-моему достаточно милой конечная заставка и тут есть все что нужно если же вам нужно вставить ссылку не в конце вашего ролика а где-то в другом месте то вам придется воспользоваться подсказками тут все то же самое просто выглядит они единообразно как небольшая буква а в углу и не так эффектно появляются кроме того по ним сложно переходить тут нет прямого перехода поэтому не злоупотребляйте с подсказками теперь вернемся к началу и вспомним про вторую фичу выбор продолжения ролика тут нам потребуется аннотации использовать в одном видео и конечные заставки аннотации нельзя но это проблема переходного периода я думаю google вскоре обновит раздел аннотации поскольку эта вещь полезная и аннотации будут соседствовать с конечными заставками но пока покажем на том что есть нам нужно создать иерархию роликов ну то есть повторить то что сделано в рекламе это удивительно просто в любом месте мы добавляем аннотацию в виде рамки точнее двух и разводим их на разные ролики то есть выбираем видео и вставляем url затем второе видео и все зритель сам выбирает куда пойти дальше вот такие полезные вещи сокрыты в недрах канала под названием ты труба ну смешное название все любите друг друга придумывайте снимайте хорошие ролики используйте весь арсенал средств которые предоставляет вам google подписывайтесь на канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий